всем большой привет я рада вас всех видеть всех приветствовать кто будет смотреть в записи надеюсь этот эфир вам будет тоже полезный я понимаю что многие люди не могут присутствовать на живых эфирах времени совпадает какие-то дела да и кто-то спит еще у меня день и так далее итак сегодня я рада вас всех видеть меня зовут лилия донскова я бизнес-тренер и предприниматель работаю на себя уже более 10 лет я даже не могу точную дату сказать потому что это было так давно и я очень рада что именно вот решилась пойти встать на путь как называть свободного в свободное плавание пошла потому что было страшно в то время еще как бы люди мало кто работал на себя но я решилась это сделать и ни капельки не жалею потому что постоянно происходит в жизни очень интересные события я постоянно обучаюсь развиваюсь моя жизнь кипит и бурлит и новыми встречами знакомыми и я знаю что я приношу огромную пользу людям я создала это сообщество для того чтобы помогать людям предпринимателям сетевикам развиваться учиться продвигать сообщество легко быстро делать это красиво чтобы люди понимали как отстроиться от конкурентов как сделать свою группу продающей я рада вас приветствовать вижу что уже многие подсоединились кстати у меня сегодня такой форс-мажор я перепутала дни недели я думала что сегодня уже суббота сначала потом я понимаю ага сегодня пятница потом я перепутала время я думала что у нас встреча через час поэтому я такая вся внезапная влетела на эфир просто буквально за одну секунду и так почему такая тема возникла как проводить эфиры как снимать видео тема очень важная сейчас я много учусь прохожу обучение захожу на прямые эфиры к разным спикерам и я вижу что выступают профи и я вижу что люди грамотные и они знают свое дело и действительно могут нести пользу людям но что я еще вижу то что видео не комфортно для просмотра и порой я просто закрываю видео и не смотрю потому что плохое качество непонятно как вещает спикер то есть спикера не видно бывает такое что даже вот спикера просто видно только какую-то половинку куда-то вот он задвигается вниз то есть спикера не видно и так далее сейчас хочу немножечко вот тоже подрегулировать лампу свою вот и что самое важное я уверена что больше большинство людей даже наверное основная масса людей которые приходят в социальные сети и создает сообщества начинает наполнять сообщество интересными материалами показывает свою экспертность цель ваша не просто развлекать людей или похвалиться собрать лайки какие мы классные сто процентов ваша цель зарабатывать согласны можете прямо написать в чате пятерочки что да вы хотите зарабатывать и если вот посмотреть правде в глаза скажите на сегодняшний день что лучше всего продвигает бизнес товар или услугу я могу сказать даже вот не дожидаясь ваших ответов что это видео контент это прямые эфиры и что важно психологи доказали вот смотрите у каждого человека есть сто процентов как он воспринимает информацию и я сейчас вам скажу четкие цифры вот просто запишите их чтобы постоянно на них ориентироваться 65 процентов это зрение и когда мы на тренингах говорим ребята важно визуал ваши фотографии ваши ролики люди на именно воспринимают зрением то есть они смотрят и либо им нравится либо нет также я всегда объясняю своим людям партнерам кто заходит на консультацию или мои партнеры что рулят визуал и у вас есть буквально несколько секунд чтобы произвести на человека правильное впечатление то же самое с видео контентом вот представьте человек зашел он смотрит на картинку и либо он остается и будет вашим последователем то есть будет смотреть ваши видео уроки будет читать что вы пишете он будет вам оставлять обратную связь а это очень важно спасибо огромное спасибо это очень важно чтобы вам люди давали обратную связь потому что если нет обратной связи значит что-то вы делаете не так и вот смотрите видео то есть визуально люди воспринимают 65 процентов от общего восприятия идет через визуальный контент 20 процентов через слух то есть как вы говорите какие эмоции вы вкладываете слова и соответственно это если сочетается прекрасно да с вашим внешним видом бывает что люди говорят правильные вещи но идет монотонная речь неинтересно или очень тихо или резко и литераторит человек очень быстро то тоже могут вас не воспринимать поэтому это отдельная тема сегодня я буду говорить конкретно про визуал как правильно снимать видео ролики до чтобы они были людям нравились и смотрите 65 процентов это зрение 20 процентов слух а осязание вкус и обоняние все остальное то есть там прям маленькие проценты соответственно через интернет так как мы работаем через интернет мы не можем человеку дать попробовать на вкус мы не пьем с ним рядом чай мы не можем ему дать понюхать да и там вот это все или потрогать но мы можем влиять на его зрение то что 65 процентов и мы можем влиять на его слух сегодня мы будем говорить про 65 процентов это восприятие на зрение и что здесь важно я расскажу немножечко о себе уже более трех лет мы с мужем ведем youtube канал он у меня снимает монтирует я выступаю рассказываю обучаю и очень много то есть в начале нам было очень сложно когда мы только начинали у нас не было никаких подручных вот гаджетов да таких как способствующих тому чтобы съемки проходили в удовольствие то есть не было места куда поставить телефон или камеру то есть просто это было на руках снималась либо сооружали разные конструкции у нас не было света то есть еще вот мы только два года живем в этом светлом просторном доме но до этого мы жили в двушке сорок три квадратных метра три человека два животных и аквариум то есть у нас все было заставлено шкафами обои какие-то непонятные то есть это ну некрасивый задний фон шторы какие-то полочки то есть все было настолько тесно и нужно было использовать каждый сантиметр пространства чтобы разместить вещи поэтому места для съемок не было просто это была катастрофа квартира выходила на теневую сторону и это опять проблема то что не было света то есть когда смотрели видео уютные видео с кухни да мария мы не могли снимать в любое время дня и ночи мы должны были ловить момент когда шло хорошее освещение из окна есть час об этом вам тоже расскажу то есть у нас были такие трудности которые скорее всего возникают у огромного количества людей но это не причина чтобы отказываться от видео контента потому что вспомните что на первом месте по продвижению вашей услуги бизнеса товара или предложения на первом месте стоит видео контент и прямые эфиры и если вы скажете ну когда-нибудь то поверьте мне вы очень сильно отстанете от конкурентов никогда не ждите идеальных условий я сейчас научу вас как создать условия даже если у вас очень маленький бюджет очень маленький вы все равно сможете создать эти условия давайте начнем по порядку первое это выбор на что снимать снимите видео на свою камеру на телефоне или если у вас есть видеокамера или фотоаппарат и посмотрите качество хорошее потому что бывают некоторые телефоны которые могут на них можно выставить классный режим съемки но многие люди об этом не знают я например не знала мне михаил сказал смотри у нас на телефоне есть возможность снимать видео в формате 4к а что это я не понимаю это значит будет картинка четкая не будет пикселей не будет размытости то есть будет идеальная красивая цветопередача то есть все вот классно и мы начали снимать на в этом качестве но если бы он не разбирался и просто у меня бы был такой телефон в руках я бы не узнала я бы просто включала камеру как обычно и снимала бы как снимает потому что я в настройках не очень хорошо разбираюсь поэтому если вы такие же как и я то вам нужно почитать характеристики вашего телефона покопаться в настройках и вы найдете именно то что вам нужно это первое на что снимать если все-таки у вас нет хорошего аппарата для съемок то это будет отличное вложение в ваш бизнес поверьте мне что качество видео играет огромную роль так 4к это очень хороший уже формат есть конечно и еще 2к там еще лучше но есть такая маленький нюанс маленький нюанс что эти видео они очень долго грузятся потом вот когда их нужно опубликовать мы для youtube в основном это делаем они очень тяжелые потому что высокое качество высокое разрешение и просто по времени это это дольше но зато потом когда мы стали снимать в таком качестве у нас очень сильно стал расти наш канал очень сильно и люди прям писали какая красивая картинка как здорово как супер начали рекомендовать другим вы понимаете люди рекомендуют только то что им нравится только то что хорошего классного качества тогда и вас будут рекомендовать вот это первое то есть нужно обязательно снимать на камеру на хорошую и протирать камеру перед съемкой или перед фото у меня тоже раньше был такой пунктик что я забывала это делать и у меня и порой видео были мутные или я начинаю вести прямой эфир а миша бежит быстрее протирай камеру у тебя просто ужас там но обычно мы девушки красимся и бывает что тональная основа пудра попадает как раз на это вот окошечко где у нас камера и естественно будет немножко туманность даже сейчас попробую протереть камеру немножко прям на секунду у вас пропаду ну-ка смотрите как улучшилась картинка вот вам первый пункт сразу на практике показываю что одно маленькое движение сразу улучшит визуал следующее где снимать где снимать если нет заднего фона желательно чтобы задний фон был без отвлекающих моментов либо чтобы это была какая-то ваша запоминающаяся фишечка может быть определенный какой-то не знаю какая-то статуэтка или вазон с цветами то чтобы это была ваша фишечка и ваш какой-то как знак до запоминающийся но нужно смотреть по тематике если вы ведете канал красоты да ваше сообщество по красоте то конечно это будет здорово если будут стоять цветочки какие-то женские штучки может быть на заднем фоне будет красивый ваш столик косметический шикарно но если это бизнес канал то лучше чтобы ничего не было смотрите просто какая-то белая стена или кирпичиками стена ничего отвлекающего максимум это стеллаж с книгами у меня вот например есть стеллаж сейчас попробую дотянуться до него так сейчас секунду вот у меня есть стеллаж я иногда вот на его фоне провожу потому что он тоже да такой привлекательный но запомните это будет отвлекать внимание от вас то есть люди будут улетать рассматривать эти предметы какие-то вещи и так далее лучше этого не делать либо это просто книги чтобы не видно было обложки то люди начнут вчитываться да что там и как либо просто белый фон но что делать если нету белого фона нету чисто стены везде либо обои в цветочек либо стоят шкафы либо ковры висят или полки какие-то то есть все везде вот заграбождено какой выход нашли мы смотрите я вам прямо сейчас буду показывать вот у меня например шкаф мне вчера мастер снял дверь одну забрал ее нужно доделать и у меня получается дыра туя я бы сейчас сидела вот на фоне шкафа и вы бы не видели других отвлекающих моментов но у меня сейчас здесь дыра что же делать к и например другого варианта просто нет вот ну негде сесть это единственное место в доме где можно расположиться что мы будем делать есть отличный выход и я вам сейчас его продемонстрирую меня будет может быть чуть чуть плохо видно смотрите продаются вот такие огромные рулоны белой бумаги хорошего качества то есть белая бумага я сейчас один лист беру и вам потребуется вот такой лист и скотч строительный то есть он такой видите он от легко от будет отходить не оставляет липких следов как обычный скотч вам потребуется вот такой скотч и вы подходите выставляете камеру и прикладываете лист на той высоте который вам нужен и прикрепляете я сейчас крепить не буду мы просто чтобы вам было понятно вы можете выбрать один кусочек своего дома до своего пространства и там просто-напросто легким движением руки иногда когда в этом есть необходимость делать вот такую классную штуку то есть просто-напросто ставить фон который люди даже не поймут что это бумага они просто будут думать что это белая стена которая не отвлекает внимание ни от чего некоторые люди делают заказывают себе баннеры и на этих баннерах просто уже они могут написать свой логотип свое имя фамилия может быть там логин свой вконтакте как вас найти то есть люди используют такие лайфхаки которые тоже помогают запоминать и вешают этот баннер за своей спиной то есть он специально уже идет фиксированный с петличкой и просто один шуруп вы вешаете этот баннер и проводите вот такие вот классные эфиры которые будут вас отличать от конкурентов и будут запоминаться это вот важный момент выбор места следующее это освещение это очень важно потому что если нет хорошего освещения то все вот знаете хорошее освещение это пол-дела если вы садитесь спиной к окну то получается просто ужас вот у меня сейчас свет горит я вы просто можете как сделать берете свою камеру берете свою камеру включаете на видео и ходите в своей квартире в своем помещении где вы будете проводить съемку и встаньте сначала лицом к окну а потом повернитесь боком к окну чтобы у вас только одна часть освещалась а потом встаньте спиной к окну и вы увидите и прям снимите это видео потом включите посмотрите и вы увидите какая огромная разница вот вам стоит вот я сейчас выключу лампу и вот смотрите уже другое восприятие я уже затемнилась у меня упали тени да какое-то все стало вот тусклое некрасивое стоит мне включить свет и сразу картинка становится другой согласна видно разницу это сейчас я сижу напротив окна поэтому при выборе место важно задний фон и освещение лучший вариант это кольцевая лампа как у меня я после эфира загружу подсказки со ссылками какие мы используем гаджеты то есть я прям вам покажу ссылки чтобы вы зашли посмотрели потому что кольцевых ламп бывает очень много вот одна из них у меня висит вот просто на рабочем столе сейчас вам ее покажу она такая маленькая для того чтобы вот когда я провожу какой-то эфирчик я ее просто включаю вот такая вот маленькая видите какой у нее диаметр вот прямо на малышка когда я включаю какой-то эфир провожу я ее зажигаю и она мне помогает сделать немножечко так чтобы не было теней вот она видите как освещает я сейчас свою лампу эту выключу вот как работает малышка то есть ее можно использовать только если вы близко вот я видите близко с ней сижу и у нее меняются режимы теплый холодный свет видите да и совсем выключила то есть она тоже классно поможет такая лампа стоит недорого если вы планируете снимать именно прямые эфиры когда вы будете сидеть близко то есть прямо напротив лампы то вам достаточно в принципе вот такой небольшой лампой желательно чтобы к ней шел штатив потому что вот сейчас лампа которую я использую я вам ее тоже покажу сейчас сейчас я ее переверну вам покажу смотрите вот эта лампа вот она такая большая огромная она меня регулируется по высоте и видите самое главное здесь уже есть крепеж куда я ставлю телефон то есть вот я сейчас прям сижу прикрепила телефон и мне очень удобно и эта лампа она огромная я вам на нее ссылку вставлю она позволяет снимать видео даже если я очень далеко и мне нужно что-то демонстрировать то есть показывать товар какой-то что-то рассказывать либо мне нужно быть как бы вставать да в полный рост эта лампа большой делает охват ее круто использовать при фотосессиях то есть мы все фотографии в основном делаем дома то есть мы сделали одну белую стену а вот эту бумагу мы используем чтобы застелить полы то есть если нужно сделать видите я вам еще какой подарок делаю как сделать классные фотографии то есть вы эту же бумагу стелите со стены и прямо на пол и когда вы делаете фотографии ну желательно конечно еще вот эти лампы лампа да чтобы освещалась то у вас получится очень классная фотка как будто вы вот просто вот парите в воздухе это получается бесподобно если вы потом эту фотографию будете использовать для создания баннеров или для каких-то коллажей то это будет очень круто просто чистая белая очень профессионально выглядит я сейчас вам тоже дам один такой раскрою секрет сейчас вот не в моде вот этот вылащенные выхоленные фотографии которые прям видно что там одна ретушь одна ретушь все-таки более сейчас ценятся фотографии хорошего качества но чтобы они были сделаны более естественные чтобы это была не прям вот вылизанная картинка что вы на фотке одна а в жизни вы другая то есть человек когда вас увидит на фотографии а потом на эфире он скажет это вообще другой человек вот такого быть не должно то есть у человека должна совпасть картинка представления о вас что это вы он вас уже видел он вас знает он вас будет запоминать это вот вторая фишка по свету то что свет очень важно если лампы нет вы снимаете все видео и проводите эфиры в то время когда у вас хорошее освещение но не яркий солнечный свет вот у меня например было время когда мы жили в квартире мы четко знали с какого по какое время мы можем записать видео потом будет либо темно а если в другое время то солнечный луч как раз будет падать и будет засвечивать кожу будет засвечивать лицо и человек просто ничего не увидит и не поймет это уже наш опыт за годы накопленный я вам отдаю чтобы вы просто делали классный контент чтобы ваше видео похвалили рекомендовали другим чтобы их было приятно пересылать другому человеку чтобы люди смотрели говорили спасибо за такой классный ролик так далее мы говорим о том что нужен микрофон вот смотрите у меня микрофон петличка я его прикрепила себе на кофточку его можно прятать под кофту можно крепить к воротничку я даже иногда просто если я провожу с косой я могу косе его поближе прикрепить чтобы он у меня был рядышком но это как бы весело забавно и удобно достаточно что делает петличка вот сейчас вы меня слушаете через микрофон я сейчас выну микрофон я его вынула скажите мне сейчас есть разница в звучании чувствуется немножечко по-другому это очень чувствуется если какие-то есть шумы дополнительные в доме или какое-то пространство в окно залетают звуки если вы с петличкой то эти звуки не такие заметные и яркие кто услышал разницу скажите я вернула микрофон на место у нас конечно тихо дома но есть эхо потому что огромное пустое пространство высокие потолки и если я без микрофона то какой-то вот звук он как будто расползается а вы помните что мы голосом очень сильно влияем на людей очень сильно у нас слух 20 процентов и если вы забудете про петличку который стоит очень недорого то есть такую петличку вы точно можете себе позволить конечно чем смотрите по отзывам обязательно мы всегда приобретаем какие-то гаджеты любые товары мы читаем отзывы чтобы прям выбрать хорошие не просто купить для галочки а вам микрофон это будет служить очень долго многие годы поэтому лучше купить один раз хорошие чем постоянно покупать и экспериментировать тоже ссылку на нашу петличку я приложу потому что мы ей довольны мы еще одну покупали но она нам не понравилась следующее смотрите очень важный момент как установить камеру чтобы люди не восхищались вашим красивым вторым подбородком это очень большая ошибка у большинства у людей нету специального гаджета для того чтобы закрепить камеру как я сейчас это сделала либо люди держат в руках и пытаются трясущимися руками как-то себя снимать это просто треш либо люди ставят камеру на стол куда-то ее облокотившись до свой телефон и получается вид снизу я сейчас продемонстрирую как люди делают то есть вот я снимаю сейчас с рук во-первых у меня очень сильно устанут руки я буду менять эту одну руку устала другую ой камеры загородила неудобно если я поставлю вот просто вот сюда вот как у меня телефон как вам как вам моя шея как вам и мои ноздри как вам глаза которые под мешки появились потому что я опускаю глаза на камеру мне все давит и смотрите я поднимаю камеру на тот уровень как он должен быть то есть уровень глаз я ее устанавливаю что скажете вы сейчас поняли разницу то есть если вы поставили камеру и показывать свои красивые ноздри и подбородок второй он у любого появится даже у такого человека как я скажите же не очень поэтому как минимум вам нужен штатив вот этот штатив мы используем когда хороший свет или мы идем куда-то или просто вот дома я ставлю чтобы двигаться лампа светится в стороне то есть этот штатив он тоже регулируется я его в ванной ставлю потому что он маленький я могу с ним записать ролик как как например я крашусь или умываюсь то есть он маленький и за счет этого он везде у нас может быть используем мы его даже берем с собой куда-то там на съемке там в кафешке думаем будем снимать мы его так складываем то есть он складывается тут все откручивается ручка регулируется здесь все поворачивается очень крутая штука то есть смотрите для того чтобы снимать хорошие видео не так уж и много надо кольцевой свет если он уже будет с приспособлением для телефона в основном они уже так все и продаются то есть вы на это посмотрите потому что некоторые бывает что отдельно нужно докупать гаджет который фиксирует телефон и он крепится к лампе лучше пусть уже сразу будет второе микрофон петличка и все получается лампа микрофон петличка задний фон задний фон мы когда планировали дизайн дома то мы планировали именно зоны в которых мы будем записывать ролики делать фотографии то есть представляете мы делали зоны разные у меня есть зона с цветами красивая сама стену расписала есть зоны белые есть зоны с кирпичиками есть зоны там с таким космическим фоном да там 3d эффект то есть на любой вкус на любой как говорится запрос смотря для чего вы это видео записываете это следующий момент далее что еще важно важно начало эфира я замечаю такую картину что многие включаются в эфир даже профессионалы и сидят ждут когда кто-то зайдет на эфир ждут минуту две три четыре до пяти минут я даже засекала и одно дело когда я смотрю в записи я просто перемотаю другое дело когда я получила приглашение на эфир я захожу а спикер пять минут молчит иногда говорит ну еще подождем пусть побольше людей соберется нет ребят так не работает то есть вы заходите на эфир никого нет но вы уже начинаете говорить вы продумайте свою речь то есть вы пока можете не представляться этого сделаете чуть позже когда уже люди зайдут хотя бы несколько зрителей вы можете вначале рассказать что-то забавное может быть какую-то шутку или какую-то классную фразу или дать что-то уже ценное просто люди потом кто будет смотреть записи они сразу скажут ух ты классно а тот кто чуть-чуть запаздывает они придут и вы начнете начнете уже с представления со знакомства и так далее вот по-моему это самое главное если конечно это не обучение которое вы запланировали для людей оно идет на платной основе проходит в отдельной закрытой группе вы им говорите так собираемся пять минут на сборы потом я начинаю кто не успел я не виноват почему это удобно сделать в таком случае потому что люди могут немножечко какая-то задержка у кого-то интернет не включился у кого-то у меня бывает иногда раз и все зависло и мне надо время перезагрузить компьютер да вот пусть это время люди как раз доделают свои приготовления к тому чтобы начать и пять минут у них будет это нормально а если вы ведете просто прямой эфир как я сейчас я вас пригласила я начинаю говорю то логично начать прямо сразу без задержек вот такие мои вам рекомендации я в этом эфире не планировала говорить про визуал как подготовиться внешне как собраться и так далее но если будет такой запрос пишите в комментариях я подготовлю материал как сделать видео интересно как подготовиться к нему как собраться потому что здесь играет роль и одежда и прическа и макияж нету мелочей понимаете потому что люди это все замечают все важно в вашей подготовке поэтому я вас благодарю сейчас за то что вы были в прямом эфире кто будет смотреть записи я благодарна то что вы вкладываете в себя время в свое развитие и совершенствуетесь чтобы сделать и свое сообщество и свою информацию более доступной приятной для людей помните что визуал это 65 процентов я буду благодарна вашим отзывам если эта тема вам понравилась вы взяли для себя что-то важное что-то подметили а я как обещала сейчас когда видео загрузится я добавлю к нему еще статью в которой запишу полезные ссылки где смотреть микрофон кольцевую лампу то есть я порекомендую то чем мы сами пользуемся и это нам нравится по качеству вот еще раз вас благодарю всех желаю отличного дня до встречи подписывайтесь кстати на мое сообщество чтобы получать полезную важную информацию для вашего продвижения пока пока